В городе Ростов-на-Дону месяца два назад запустили проект «Фермерский островок». Он находится в магазине на Каганрожской, Каганрожская 114. Там достаточно любопытная такая матрица от местного производителя, я назову его все-таки Федером. Мы с удовольствием расширим свой ассортимент за счет фермерского островка. Выиграем и мы, и вы. Мы выиграем, потому что у нас появится дополнительный покупатель из премиум линейки, который готов подороже и покачественней покупать. И вы выиграете, потому что мы готовы обеспечить вам покупателя за счет собственного тракта. Сейчас, в ближайшее время, возможно, появится фермерский островок у нас в Каганроге. Ну и далее мы предлагаем рассмотреть именно этот формат сотрудничества. Травовок у нас зависит от площади магазина. Если в магазине есть возможность выделить квадратуру 8-10 квадратных метров, ну это технические вопросы, надо рассматривать индивидуально, то есть мы можем рассмотреть ваше предложение, какой именно магазин вас устраивает, там по логистике, по локации, там еще по ряду вопросов. Если есть место в торговом зале, раздвинуть стеллажи, раздвинуть холодильное оборудование и выделить дополнительный покупатель, это один вариант. Второй вариант у нас есть, там где мы снимаем большую площадь, чем нужный магазин, там допустим 600 квадратных метров, у нас остается 50 квадратных метров в заказовой зоне. Мы также эти варианты рассматриваем, здесь они более прогнозируемые, более понятные. Ну и выручить, если у кого-то есть предложение поставить свою продукцию именно в формате Кирмальской островок, за счет выделения шок-н-шок в торговом зале, ну и предлагается тоже рассмотреть. А визит я раздаю. Спасибо. Параллельно, какого ответа на вопроса? Скажите, пожалуйста, оборот продукции на торговом островке в Большом? Оборот? Ну, допустим, взять овощи, томаты, допустим, взять. Мы являемся товаропроизводителем томата, вот мне интересно, в каком объеме можно реализовать свою продукцию. Ну, по томатам, у вас только томат в ассортименте? Нет, есть и другие позиции, ну вот. Хотелось бы уточнить за томат. Слушайте, вот по томату, а по томату вы не хотите поработать с пятеркой по поставкам на все магазины через РЦ? Мы пытались, мы работаем с торговыми сетями, но с пятеркой как-то не совсем получается. Вроде бы с менеджерами разговаривали, да-да, но потом как-то связь это прерывается. Давайте после совещания переговорим подробнее. Я хотел бы знать причину, наверное, как мы что-то в ответ озвучивали, да, обсудим? Потому что мы заинтересованы вокруг того, вообще. Хорошо. Договорились. Сколько стоит квадратный метр? Говорили про субаренду. Хотя бы примерно. Слушайте, ну, здесь сложно сказать. Мы будем сдавать площадь по той же цене, которую берем оптом у арендодателя. Потому что мы заинтересованы в этом формате, заинтересованы в этом соседстве. Продавец должен быть на фермерском островке свой? Должен быть, да. Соответственно, кассовое оборудование, документы, сикликаты и прочее. Это самостоятельно торговля. Какие продукты рассматриваете в первую очередь? Копчености все. Колбасы домашние. Домашнее молоко. Вся молочка. Творог, сырые, сметана. Все, что угодно. Если бабушка с копчиком будет стоять. Ну, я его оперирую, конечно. Но это вообще будет идеально. Любая фермерская продукция. Вот сейчас мы только что обсуждали кролик. Алексей Иванович, можно вот здесь в зале есть те фермеры, в том числе которых вы приглашали. И вы когда с людьми разговаривали, вот есть люди, которые вообще делают только первые шаги и не совсем понимают вообще с чего начать. Вот, как говорится, раз, два, три. То есть первый, второй, третий шаг и вот от чего оттолкнулся. Давайте начну с простого. Рекомендую каждому зайти на сайт x5.ru, страница для поставщика. Уже заполняя или хотя бы читая анкету, которую нужно заполнить, начиная от репизитов и заканчивая ассортиментом, выбором региона, географией, объема поставок и много-много, уже вы получите, ну, большинство ответов, ответы на большинство вопросов. Просто посмотрев эту анкету, какие данные нужны для любой торговой сети, мы все примерно однотипные требования предъявляем. Что касается вот первых шагов, что бы нам хотелось, у нас по разным категориям есть разные предложения, начну, наверное, там по фермерству, это фрукты, овощи, по фруктам, овощам у нас есть льготное оформление договоров. Мы понимаем, что человек вырастил урожай, но для того, чтобы его реализовывать дальше, еще шаг не сделан. У нас есть льготные договора с быстрым оформлением и с упрощенной системой оформления договоров. У нас развивается сейчас практика агроконтрактов, когда мы готовы фактически субсидировать будущий урожай. У нас есть возможность, если у кого-то сложности с логистикой, вот по арбузу мы сегодня обсуждали, возможно забрать урожай прямо у вас, если у вас нет возможности довести до распределённого центра. Вариатов на самом деле множество. Что нужно? Конечно, должны быть все документы, какие предусмотрены законодательством. Не наши требования, не наши решения, все какие сертификаты нужны, они должны быть. Очень желательно, чтобы вы были готовы к системе качества, к аудиту. Если мы заключаем долгосрочный контракт на сотрудничество, соответственно, вам на предприятие приедут независимые аудиторы, которые проведут оценку производства, чтобы мы понимали и гарантировали своему покупателю качество. Нарушений быть не должно. Очень желателен электронный документооборот. Мы в бумажках похоронимся, и мы, и вы, поэтому электронный документооборот тоже нужен. Остальное, все нюансы, частность, цена-качество, я не говорю про это, гарантия объемов, гарантия своевременности поставок. Если будет просто нарушение поставки на РЦ или объема, у нас магазины будут с пустыми полками. Это убытки уже наши будут. Ну, такие вот нюансы. Понятно, гарантия оплаты? Оплата предвмудренного законодательством зависит от срока годности товара. Не должна. Как пределы открытия продукции? По хлебной продукции порядка 8. Ну, от сроков годности товара зависит. У каждого товара свой срок годности. По хлебу там 7-8 дней. По фруктам, овощам дней 15. По молочке, которая там 3 месяца срок хранения, значит, там месяц, полет. Это законодательством предусмотрено. Брак от законодательства. На будущий урожай вы имеете в 2 контракта? Да. Есть, да? Мы прекрасно понимаем, что рынок завтра может поменяться, поэтому мы предварительно договариваемся о какой-то цене, но если вдруг что-то меняется, соответственно, мы корректируем. Мы не сможем так за 3 месяца гарантировать цену, какая будет. У вас какая категория? Ну, мы вообще не занимаемся томатами, вот мы сейчас как бы переговариваем. Есть понимание себестоимость продукции, есть устремленная цена. Статистику введем за последние 3 года, как бы, ну, такое общее понимание цены присутствует. Есть агроконтракт у нас, если это заранее оплата, проводится частью урожая, мы фиксируем цену. Слушайте, Фенверский островок – это ваш объект торговли. Сколько завезете, какой там будет ассортимент и насколько экономически эффективно вы построите свою работу, зависит от вас. Хотите, чтобы мы порекомендовали что-то по объемам продажи своей молочки, но то разные сегменты будут, вряд ли они помогут вам определиться. А вы занимаетесь торговлей? У вас есть свои точки? Нет, у нас пока как будет немножко покупать, потому что нам надо будет взянуть. А если несколько фермеров складываются вместе? Один производит молочное... Кооперация поддерживает. Кассовый аппарат в таком случае нужен от одного хозяйства или у всех должны быть разные кассы? Здесь я понимал, логичнее сделать одно ИП, которое будет объединять несколько фермерских хозяйств. И это ИП уже будет вести торговую, одну юрлицу, один кассовую. Так логично. Я говорю, вот фермерский островок, тоже поймите правильно, это не значит, что именно фермер должен все это организовать. Просто должна быть фермерская продукция. А касательно фермерского островка, проверка вы говорите, а про эти волосы... Нет, 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 нет. Я говорю про сотрудничество с островковой сетью. Фермерский островок другая история. По фермерскому островку мы единственное посмотрим на благонадежность фирмы и согласуем с ходом киловатт-час, надо сколько квадратов... Где именно будет располагаться это помещение, это такие вот технические новости.